И Библия учит нас, что как бы человек не был занят и не говорил потом, я настолько занят, у меня настолько много дел, я и это должен был успеть сделать, и то, и если это не сделаешь, Библия говорит, что это все от дьявола. В Матфея, 5 главе, 37 стихе сказано, но будет слово ваше, да, да, нет, нет, а что сверх этого, то от лукавого. Ведь это было настолько элементарно, и мы знаем, что это в Библии написано. Но когда это ты в личной жизни должен практиковать, часто это само по себе не исполняется автоматически. Поэтому мы должны начаться уроком, когда мы говорим «да». Я должен посмотреть на Бога и сказать, Господи, я буду так же стоять за своим словом, как ты стоишь за своим словом. Потому что в Еремии, 1 главе, 11-12 стихе, Бог спросил Еремию, что ты видишь Еремия? Еремия ответил, что он видел, и Бог ответил ему, ты хорошо видишь Еремия, потому что я стою за своим словом, чтобы оно исполнилось. И Библия говорит, что в Ефесянах, 5 главе, 1 стихе сказано, подражайте Богу, как дети возлюбленные. Мы должны быть похожи на Бога, но не на дьяволы. Откройте, пожалуйста, Ефесяна, 5 главу, 1 стих. Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленные. Бог никогда никого не обманывал. Дьявол же, он лукав, и он отец лжи. Об этом говорится в Иоанна, 8 главе. Когда Христос учил, о дьяволе, кто он на самом деле? Иоанна, 8 глава, 44 стих. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала, и не устоял в истине. Ибо нет в нем истины, когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец, и отец лжи. Обратите внимание, тут сказано, что он лжец, и что он отец лжи. Все, кто обманывает, все они задействованы дьяволом именно. Будто бы сегодня обман, он как будто бы в моду зашел. Многие люди живут сегодня обманом. Давайте, если мы решили служить Богу, мы должны избрать главное. Это главное состоит в том, что я никогда не буду опанывать. Потому что дьявол меня заставляет действовать, чтобы я говорил неправду. Я могу с большой мудростью поступить, чтобы у меня не получилось, что я обманываю. Раньше, может быть, было так, что я неосознанно, как-то не обдуманно говорил, да, да, а у меня получалось, что я обманул. И теперь я дьяволу давал больше места, чем Богу. Библия говорит, что мы должны каяться в нашем состоянии. Ни один христианин не должен обманывать. Потому что потом дьявол становится его отцом. Потому что выходит обман из уст христианина. И эта ложь сначала выходит от дьявола, а потом заходит в личность. Этот человек потом сам действует, исполняет эту ложь. Никогда никого не обманывайте. Я и детей никогда не обманывал. Мое слово само меня заставляло и ловило меня. Потому что если я говорил детям, что я приду и сделаю это, может быть, дети даже это не помнят. Но я же помню. Дух Святой нам указывает. Ты сказал да. И ты не делаешь то, что ты сказал. Ну, что случилось? Большое дело это ввести ребенка. Мы не должны никогда обманывать никого. Ни ребенка, ни взрослого, ни детей, ни соседей, ни родственников. С ценой жизни и смерти ты должен сказать правду и ни в коем случае не говорить неправду. Бог очень сильно ценит это. Для Него это очень ценно. А в трудной очень ситуации, как ты поступишь? Ты должен быть очень так уверенным, и когда придет вот эта ситуация, ты не со всей серьезностью должен обманывать. Ты со всей серьезностью должен говорить, да, это так. чтобы цена и авторитет, они были сохранены. Потому что, когда человек не обманывает, в трудной ситуации даже, чем-то становится этот человек. Этого человека потом называют человеку, которому можно доверять. Очень трудно найти людей, которым можно доверять. Доверить человеку просто какую-то вещь или какое-либо дело сегодня очень трудно найти человека. Люди очень часто могут свои слова потом брать обратно и говорить, нет, я на самом деле не так говорил, а на самом деле совсем по-другому сказал. И будут стараться исправить. Лучше с большой болью, пусть даже будет с большими убытками исполнить то слово, которое сказал, чем обмануть. Есть такое высказывание о лыжи короткие ноги. И когда обман приходит, и будто бы человеку какое-то дает освобождение, что ли. Оно учит, ложь учит короткий путь к благословению, будто бы. Так было и в Эдемском саду. Будто бы каким-то коротким путем дьявол привел к месту благословения. На самом деле это был обман. Он полностью погубил человечество. И сегодня обманывает дьявол. И когда говорит, он свое говорит. И когда у тебя приходят мысли так в сердце, что вот так поступили, так, знай, это обман. Это ложь, она дьявола. И он отец лжи. И я ничего не хочу иметь общее с ним. Ты должен научиться ловить в себе это. И должен сказать, я отказываюсь от тебя. Отойди от меня, Сатана. Потому что ты заставляешь меня думать о том, то, что не от Бога. Что такое ложь? Ложь это то, что против правды истины. И сегодня наполнило ложью. Весь мир, греховный мир, он наполнен ложью. И Бог желает видеть сегодня человека, человека, который скажет правду. и будут внутренне подготовлены к тому, что я буду служить правде. Апостол Павел говорит, что вы думаете, что есть Царство Божье? Это приблизительно в римлянах 14 главе сказано. Тут Апостол Павел объясняет, что Царство Божье это не просто там какая-то, не знаю, хорошая одежда и еда и питье. Ибо Царство Божье не питье и не пища, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Человек должен ходить вместе с Богом. Когда дьявол ему кладет искушение, чтобы от него вышла ложь, человек отказывается, говорит, я ценой смертью не скажу ложь. Как бы это мне не обошлось? И если я обещал, может быть, у меня даже слезы будут идти, я буду физически, может быть, много и финансово потрачу свои силы, но я все равно исполню. И к следующему разу я научусь хорошему уроку, чтобы вот просто так не обещать никому. Большое количество людей, с которыми я имею сегодня отношения, они мне что-то либо обещают, проходит время, как только они встречают препятствия, совсем по-другому начинают говорить. Или же первое было неправильным, или же второе неправильное, когда трудность, она изменила полностью теологию. Мы должны говорить все одно и то же. И в начале, и во время происходящего процесса, и во время трудностей, и друг к другу мы можем стать примером. И можешь рассказать, что ты знаешь, какие трудности я встретил. Но я все равно остался верным, и я не сказал ложь. Я не поступил лукаво. Один пример, который я вспоминаю, я его и раньше привел. Это был всемирный матч по баскетболу. Это был финал. И там играл один верующий. Когда игра подходила к концу уже, во время игры этот мяч так полетел, что он вышел за крайне игры. И это посредством его руки этот мяч попал в такую зону. Остановили игру. И вот все зависело от этого момента, кто выиграет вот этот всемирный матч. Они перекручивают эту кассету, чтобы посмотреть, что и как случилось. Судья говорит одно, а люди говорят другое. тренеры и нет, не так было. А кто-то доказывает обратное, потому что лишь бы выиграть, это же такая серьезная игра. Они были готовы на все. мы в день крещения мы поклялись Господу, что будем говорить правду, правду и ничего кроме правды. когда встанет момент, и ты попадешь в ситуацию, ты должен помнить день крещения. Он определяет именно твои действия. и что я поклялся Господу, что я буду с чистой святой совестью жить. И когда ты живешь с этой совестью, тогда уже не проходит эта ложь. Ты сам в себе как-то будто бы запутываешь. Когда в тебе просыпается совесть, и говоришь, что делает она здесь? Совесть говорит, что она здесь сделает. Отпусти, пусть уйдет отсюда. А совесть же нам напоминает, кто мы и как мы должны поступать. Одним словом, этот парень, спортсмен, он вспомнил день крещения, и он сказал правду. он сказал, я дотронулся рукой до мяча, и это по моей причине. это было. И там, в общем, штрафная ситуация из-за него произошла. Но этих оштрафовали и дали другой команде возможность бросить мяч, и, конечно же, эти проиграли. По всему миру у этой команды были фаны, фанаты. И, конечно же, вся команда встала против него. и тренер против него. И эти все фанаты его. И все его проклинают, все против него. Но они нашли причину и его выгнали из команды. Вот твоя правда и вот твоя дорога иди. И он сам рассказывал потом, у меня не было никакого ремесла, я не умел ничего делать, я только умел играть мячом. У меня были дети голодными, нечем было их кормить. Я ходил в разные компании, оставлял там свое резюме. И никто не я оставлял в таких местах резюме, где нужно было мешки тяжелые таскать, где чернорабочий нужен был. Но однажды пришел в одну компанию, где я оставил резюме, сказали они, что у нас нет вакансии абсолютно, но я все равно оставил. И какой-то день определенный мне звонит. И президент компании желает встретиться, с вами. Я удивился, кто такой президент компании, чтобы со мной встретиться. Он меня принял в кабинет и сказал, я хочу тебя взять помощником к себе на работу. Я спросил, вы знаете, кто я? Я баскетболистом был. Я ничего не умею делать, просто хотел рабочим обыкновенным начать работать. Он сказал, что мои менеджеры, мои помощники, они научат тебя всему, чтобы ты мог управлять всем, чем я управляю. процесс есть. Я сказал, а что это за процесс вообще, что такое? И президент компании ответил, я был на той игре, когда в самой трудной ситуации ты заплатил очень большую цену и сказал правду, мне нужен человек, которому я смогу доверить все свои финансы, все свои имущества и буду спокоен, человек, которому можно доверять. Вы знаете, какие проблемы у миллионеров? У них нет людей, которым можно доверять. У них есть и деньги, у них есть и власть, но очень часто у них просто нет людей, которые не будут обманывать их. Но Бог хочет, чтобы мы были те люди, которым можно было доверять. Никогда не скажу ложь. Боже, помоги, чтобы именно так было в моей жизни. Я не говорю, что я Бог, и я никогда не буду ошибаться. Каждый человек может ошибаться. боже, так же, как в день крещения я пообещал тебе и дал клятву, я так же хочу пообещать, что я буду исполнять твое слово. Если я скажу, я буду стоять за своим словом, если я попойду в ситуацию, Библия говорит, не давайте место дьяволу. Что значит давать место дьяволу? Если ты просто обязан как-то сказать неправду, скажи, я лучше умру, чем обмануть. одно из мест, очень меня устрашило, когда я прочитал, то есть куда попадают люди, которые обманывают. Это откровение 21 глава. Сначала тут перечислены самые такие тяжелые грехи, из-за которых люди попадают в огонь и будут гореть там. Это с 8 стиха откровения 21 глава. в 19 20 20 20 20 21 20 21 21 22 22 22 куда ли даст еще дык макраба церковь элла црус мать и ходу рита башья ромальцы цитус с вода говорит роман смел рассеку дали боязливых же и неверных и скверных и убийц и любодеев и чародеев идолослужителей и вы всех ложецов участь в озере горящим огнем и серы это смерть 2 тут посмотрите вместе с тяжелыми такими серьезными грехами около убийцы прямо написано что в все лыжи цвета все кто говорят неправду все будут гореть в озере тут речь идет о второй смерти что есть старая смерть первая смерть это когда мы вышли из эдемского сада и мы отошли от бога и бог оживил нас и воскресил нас посредством иисуса христа но человек который продолжает обманывать и внутренне он потихонечку уступает вместо дьяволу но ложь ведь это не настолько такой большой грех который вот увиден кому-либо бог желает тебя видеть искренним с открытым сердцем перед собой чтобы ничего не было в тебе от дьявола но если все таки ложь останется в человеке человек попадет во вторую смерть вторая смерть это когда мертвый которого воскресил господь опять умирает и остается в этой смерти почему я сегодня говорю на эту тему потому что у нас сегодня есть призвание от господа праведный должен быть праведным жить праведным если я праведный я должен жить жизнью праведным у меня должны быть дела праведные как пастор я сегодня делаю никогда не обманывай и себя тоже не обманывай не создавая иллюзии никаких всех автор всех вот этих иллюзий и обманов это дьявол и нам нужно покаяться и бог всем везде говорит чтобы мы каялись есть множество сфер множество сфер есть где мы должны стоять перед богом и говорит господи помоги мне чтобы я никогда не обманывал и мне никогда не понадобилось никогда никого не обманывай если ты у тебя что-то вылетело заранее и ты пообещал кому-то пойди сделай уже в следующий раз ты язык прикусишь зубами в следующий раз намного осмысленно ты пообещаешь человеку поэтому тут сказано пусть ваш да будет да а нет нет и на втором мы не обращаем внимания нет 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 значит что я что-либо не сделаю я не буду обманывать нет нет я не хочу обманывать и мое нет и когда ложь приходит и говорит что ну что ну это большое дело ну скажешь ну большое дело это ведь добрая такая ложь есть люди которые оправдывают ложь и говорят это добрая ложь дьявол именно вот этой доброй ложь обманывала в адамском саду и говорил что если вы вот это сделаете будете иметь добро у тебя должен быть один ответ нет 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 я сказал я не буду обманывать нет 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 я это не сделаю я не буду обманывать в этом у тебя должен быть настолько строгим нет нет я сказал я не буду обманывать знаете когда у меня десятина или что-либо есть кто что я должен отдать там же дьявол и дьявол будто бы говорить что ну давай сейчас мы красиво сделаем то что надо сделать ты должен дать возможность господу чтобы он присутствовал на том месте как ты мыслишь потому что бог смотрит на внутренний мир и смотрит на нас что мы говорим в этот момент мое нет должно быть настолько строгим чтобы стены ада они прямо дрогнули когда ты скажешь нет ад должен бежать потому что я твердым решением я решил мое нет должно быть нет боже никогда не хочу я обманывать в десятине никогда когда у меня встанет этот момент у меня есть один ответ на это все нет нет дьявол желает вот если ты для себя оставишь вот это чуть-чуть давайте приведем в пример ананиме сафиром ананиме сафира муж и жена ходили в церковь матариц относит к ара раз нишна они не знали что значит слова нет а может быть и знали и просто не считались с этим словом произошло следующее в церкви решили многие давайте поставим второй этаж в церкви чтобы служения стали наши более сильными чтобы церковь росла и у всех у кого были земли участки земли они продавали земли и приносили цену которую платили им за это никого не тянули за язык просто показывали перед чем стояла церковь в тот момент а некоторые думали что вот тот участок земли который у меня там валяется не нужен побежал продал все равно напрасно он там находится а вот тут сколько дел есть божьих потом второй побежал вместе с семьей и принес к ногам апостола и библия говорит что к ногам апостола подносили они эти жертвы и мы не видим как подошел дьявол к Анании к Сапфире но к ним влез будто бы дьявол и давайте прочитаем Диане 5 глава с первого стиха в Сапфире а самому с вами нет то есть это именно это и я это вы это Это не единственное слово. Это не просто saying по-анимому, но очень сложно. Соответственно, здесь мы сохраняем и на самом деле Мухитана, что им сказать, что мы находимся с Мухитана. «Девушка, вот так же – вот так!». Мы с вами говорим, что мы говорим, «Петра Мухрая, «Стану, что он в Тан pocket, которые садятся на Сулит в Индостан, и был отдельно не так. Экклесия вот этот рост на холл и дырвих, он сказал, что он не так. Он не так, что он не так. И это значит, что он не так. Экклесия говорит, что он не так, что он не так. Я говорю, что он не так, но он не так. Петр Мутровь, он не так, Некоторый же муж имени Манания с женой своей, Сафирой, продав имение. То есть то, о чем пастор говорил, он имел имение и решил точно так же, как и другие сделали продать свое. Но утаил из цены сведомо жены своей. То есть жена его знала о том, что он не всю цену, стоимость решил пожертвовать. И некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал, Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Вы знаете, церковь была очень строгой. Вы знаете, церковь очень строго относилась к правде и к лыжи. Нельзя было обманывать. И поэтому Петр разгневался и отругал, так можно сказать, Ананию и сказал, не все ли имение было твое? Почему ты утаил? Петр Григорьевич? Так можно сказать, что я тесняю память, я знаю, что они раздушные. То есть, что они утеатные, что они ухватили, это все. Так что, я знаю, что это, вот они не пугается в том, что они не пугают трудно. Это было лучше. Пр trips к тему, чуть много. Я бы сказал, что не так, что сейчас мы не говорили, что происходит с другими словами. Но он никогда не вошел в Амсидки, в Москве, в Москве, наскошел в Анании. Ты нашел в Телок – пусть это идет. Кто? Что? Где-то эта операция. Субтитры делал DimaTorzok Грана амдена дагагетет, «Мицо». Мы говорим, что есть амдена дага? Мы говорим, что идет амдена даг. Нет, нет амдена дага, но ее не позволят. И это приятно делать адам, как poi внесли, что вы говорили, что вы верна, и не забыли. То есть мы говорим, что с шатанф Muslimом, там есть мир, а не мир. Это не а gain аришь, но не к нему этого особо не надо, и они не нашли. С четвертого стиха. Амин. То есть в грузинском сказано, что прямо дух вышел из него. Один обман, говорит пастор, и сразу же один человек умирает за вот эту ложь. И великий страх объял всех слышавших это. И вставшие юноши приготовили его к погребению, и вынесши похоронили. Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее, скажи мне, за столько ли продали вы землю? Ну она подумала, ну мы же договорились с мужем, за сколько я продала. Она сказала, да, столько. Но Петр сказал ей, что это согласились вы искусить духа Господня? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут. Вдруг она пала у ног его и спустила дух. И юноши вышедшие нашли ее мертвую, вынесшие похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь, и всех слышавших это. Великий страх объял всю церковь. Однажды Христос подошел к апостолам и сказал, один из вас предаст меня. А от них был такой ответ. Они, конечно же, не внесли сомнения в его слова, Христос, что ты говоришь. У них был очень хороший вопрос. Не я ли, Господи? Не я ли, Господи? Этот вопрос должен быть у тебя к себе. Дьявол постарается, чтобы Канани к Сафире он принес вот эту ложь, чтобы он крутил в церковь эту ложь. Церковь, она находится под присмотром Духа Святого. Он возрастает в свою церковь. И церковь настолько очистится. Все больше и больше она будет в страхе к Божьим находиться. И то, что произошло, это для нашего научения, чтобы ни с кем не случилось так больше. И каждый должен сказать, не я ли, Господи? Не со мной ли, Господи, это произойдет? Чтобы для других это было такой горьким уроком. Лучше сегодня мы будем каяться. Чтобы никогда... Чтобы через меня никогда дьявол не выходил и не говорил об бан. Мы должны быть очень строгими. Нет. Есть такая строгая форма. Нет. Я уже имею решение. Иногда тебя приглашают куда-то в людей, где... Среди неверующих к тебе приходится. Нет. И они пойдут туда. И начинается потом торговля. Ну, пожалуйста, приди. Ну, может, как-нибудь. Нет. Вы знаете, какое мое нет. Настолько строго. Будет ли им приятно или не будет. Я принял решение. Я не буду сидеть среди развратителей. Я найду причину, чтобы оттуда уйти. Потому что первый псалм меня учит. Что ты не должен сидеть среди развратителей. Первый Коринфянам, пятнадцатая глава, апостол Павел говорит. Плохие сообщества развращают добрые нравы. Поэтому я знаю. Там, где в твои уши заходит не Божье слово. Там, где твои уши заходит, я не знаю, мат. Будет это, не знаю, ирония, издевательство над кем-то. Это то место, где я должен либо обличать, либо убежать оттуда. Попадешь иногда в ситуацию. Ты видишь, что не от тебя идет влияние, а на тебя идет. Потому что в этой атмосфере они не готовы принимать. И это не от Бога, эта атмосфера. И тогда не нужно обманывать себя. Ты же видишь, что на тебя идет это влияние. И ты ни за что не считаешь это. Если ты допустишь и допустишь еще в своей жизни, то ты же не грешишь. Ты же просто принимающий аппарат. Дай время чуть-чуть, и ты обязательно согрешишь. Атмосфера. Или же Дух Святой на ней находится. И ты сейчас сидишь здесь, и у тебя сейчас появляются желания, чтобы быть себе женщиной, которая Богу служит. Когда ты в церковь приходишь, ты хочешь прославителем Бога быть, чтобы быть поклонителем Бога. У тебя появляются такие желания. Я очень часто сидел вон там, и у меня появлялись такие желания. Господи, я хочу умереть за тебя. Ты так много сделал для меня, и я не хочу жить такой жизнью, чтобы не оценить все это. Однажды я слушал песню такую, и Дух Святой настолько коснулся меня. И такие огромные желания появляются в тебе. Господи, убей меня, если я не буду с путем этим. Настолько я хочу этого. Пройдет время, атмосфера изменится. Мы выйдем отсюда. И сразу же начинаются бомбардировки. Дьявол начинает уничтожать все эти желания, которые Бог родил в тот момент. Чтобы они не исполнились. Сюда приходить, это не просто сидеть на стульях. Каждое слово, которое мы слышим здесь. Оно сеется в наше сердце, в сердце и рождаются желания. И когда мы отсюда пройдем, мы должны сохранить их, чтобы дьявол не смог уничтожиться. Когда ты попадаешь в среду развратителей, они, может быть, не грешат, а ты нет. Апостол Павел говорит, давай не будем проводить эксперименты и не будем новый велосипед выдумывать. Плохие сообщества развращают добрые нравы. И такие процессы происходят внутри. Что-то хорошее было у тебя. И то тоже развращается. Тебя никто не заставляет и не запрещает вообще идти в такую ситуацию, Апостол Павел говорит, что все позволительно мне. Все. Куда хочешь, что хочешь делать. Просто обрати внимание, чтобы не погиб ты. Потому что не все созидает и не все полезно нам Апостол Павел говорит Аминь. Мы стоим перед многими, так сказать, вызовами и, нет, предложениями. У нас должен быть один ответ. Во время Божьего присутствия, что я пообещал Богу. Когда я был в духе. Когда я чувствовал Божье присутствие. Когда я Богу давал обещания. И когда я попойду в эту ситуацию. У меня есть один ответ. Нет. Что нет? Многие даже не поймут ничего. Потому что это не для меня. Это для меня. Я говорю, нет. Перед Богом. Так же, как и говорю, да, перед Богом. И должен Богу сказать, что, Боже, я буду Твоим называться. И я буду жить для Тебя. И для Тебя буду слушать. Аминь. Аминь. 26 лет уже исполнилась, как я служитель полного времени. Один вопрос, который я не мог понять. Это когда человек, имеющий много недостатков, а Бог его использует. Может быть, грешит. Иногда что-то выходит из него, и это люди остальные замечают. Но Бог использует его сосудом. Боже мой. Почему так происходит? Как это происходит? Было время, когда я не хотел служить. Не хотел стоять у кафедры. Особенно тогда, когда я был в молодежном служении. Я не стоял так твердо, когда я был в молодежном служении. Ну и учение не было так твердо во мне, как сейчас. Я не хотел стоять у кафедры, но приходило очень много людей. Приходили новые люди. И мне пришлось выйти к кафедре. И я каялся перед тем, как поднялся, и подошел к кафедре. И чувствую, чтобы Бог тебя поднял. И Он задействовал меня во всем и везде вообще. Я сам слушал служение. То, о чем я говорил. Я сам даже не мог продумать это. Не придумал. Христос сказал, то, что ты знаешь, ты можешь разумом начать говорить. В Иоанна 7 главе 38 стихе сказано, но придет время, когда из вас потекут реки воды живой. Иногда я так хорошо подготавливал тему. Я написал тему и все. И дар у меня есть, чтобы ее передать людям. Боже, я начал чем-то тему. Это, знаете, как у машины есть стартер. Ты выносишь ее из разума. Иисус сказал, что те, кто в меня верит, так, как Писание говорит, как Писание говорит, люди по-разному верят в Него. Но те, кто верят в меня, как Писание говорит, не отсюда, ни разума будут эти инициативы. Но из чрева, Библия говорит, будут течь реки воды живой. Придет время, вы сами заметите, поверьте, когда вы начнете просто разумом говорить и начнет течь слово от Бога. Люди замечают, вот эти реки воды живой. Было ли это так через разум, или это было из чрева? Почему идут реки воды живой? Многие говорят только вот так, разумом. Прочитал, научился, перечитал на энциклопедии, Библию во всяких переводах. Христос обличал, говорил, что вы книжниками стали. Быть книжником, это ужасный грех. Он знает, он знает, он знает, но нету жизни, не видно жизни в нем. Почему? Потому что не течет от него реки воды живой. Бог желает не то, чтобы ваши знания, они стали сильными просто. Бог желает, чтобы мы в практике проносили это, и чтобы реки текли через нас. из-за чего выходят реки воды живой? Христос прямо ответил. Тот, кто верит в меня, так, как Писание говорит, он громко сказал, это так сказано. Тот, кто верит в меня, как Писание говорит, от них будут исходить реки воды живой. А что говорит Слово о Христе? Я понял одно. Бог не смотрит на совершенство человека. Он смотрит на его сердце. Всегда думаю об этом. Господи, как ты же довел меня до этого? Ведь множество минусов у меня было и остается во мне много минусов. Но Бог мне указал точно так, как Самуилу пророку показал. Я не смотрю так, как вы смотрите на друг друга. Как мы смотрим на друг друга? А, ты ошибся. Вот так не получилось. А вот так еще что-то не получилось. Но Бог на такие вещи не смотрит. Он смотрит на сердце. Что происходит в сердце? Какое состояние внутри? Обратите внимание, что все царство потерял Саул из-за своей непокорности. Он не покорился из-за каких-то причин. Он не подчинился и получил за это свою награду. Теперь переходим на Давида. Давайте посмотрим, Давид, он сначала идет и с чьей-то женой имеет дело. Представьте, сколько служителей нужно было заставить молчать, чтобы эту женщину привезти к нему. Они же увидели, что Давиду привели к царю. Давид, так сказать, благословился с этой женщиной. Потом продолжается ситуация. А муж на войну пошел. И давайте посмотрим на мужа. Муж вернулся с войны. И Давид говорит, он говорит, давай посидим вместе, покутим. Представайте, лицемерие, обманы, сколько всего сделал Давид. То, что действительно Боже было застерно. И как будто он очень хотел, чтобы Урия-Хитянин вместе с ним покутил во столов. Уже она забеременела женщина. И он хочет опьянить Урию, чтобы он пошел и лег со своей женой, чтобы как-нибудь этот грех спрятать. Вот такого человека надо задушить. Смотрите, что он творит. Но мне больше Давида нравится Урия. Когда опьянел Урия. Давид роль играет просто. Он пирствовал вместе с ним, и это вроде бы такой хороший царь. Выходит Урия и говорит, и он прямо у стены лег спать. Как я пойду к своей жене спать и отдаду страсти, когда мои братья, они погибают на войне. Они кровь проливают. Я просто не могу себе позволить дать себе удовольствие. мужик, он думает мужественно, что это было бы подлостью. Я должен отдаться удовольствию тогда, когда кто-то жизнь свою Мой друг сейчас, он прямо кровь свою проливает. Давид, когда узнал, что он не пошел домой, встал и придумал еще что-то новое. он сказал, я пойду воевать. Он вызвал военачальников. И те военачальники тоже были, так сказать, согласились вместе с Давидом. И он сказал, поставь туда Урию, где умирают военные. Ну, на первом плане поставь. Ну, и среди таких сильных столкновений, в общем, так случилось, что Урию специально убили. Давид, наверное, и прослезился, и этот очень показал, что он перестал. Но в голове у него совсем другое. видит вдова. Вдова уже разрешено вдову привезти в жены. Но страшно было только, когда пришел к нему пророк. Нафан пришел к нему. И эту историю все знают, как Нафан рассказывает. Было у одного человека сто овец. Он был богатый. Каждый день пирствовал. А там же жила одна семья. у них была одна маленькая овечка. Они ее мыли, смотрели за ней, и только от нее получали радость. Когда у этого богатого пришли гости, этот богатый взял и отнял у этого бедного одну овцу. И привели, и заклали эту, и пиршествовали. Что ты скажешь, Давид, что заслужил этот человек? А Давид был таким очень спичкой. Он подпрыгнул и сказал, он сказал, что смерти заслуживает тот человек, кто это сделал. И в четыре раза он должен ответить за это. Вот так на фан держал палец. Давид, это ты тот человек. И все прокрутилось будто перед Давидом. раз такое огромное богатство имея и столько жен, которые ты себе позволил и имел, столько жен. Почему ты вложил в сердце себе такое зло? И полностью рассказывает всю историю. Давид, одно, что ты должен знать. Ты не умрешь, но жена твоя, которая забеременела, она умрет. Тот ребенок умрет. И мы знаем, что Давид, он постился, и все, что только не делал, чтобы этот ребенок жил. Но ребенок все равно умрет. по слову тому, как Бог сказал. Но так, как ты сказал, что четырехкратно должен ответить, четыре меча пройдет в твоей жизни. И мы потом видим, что только не происходило с Давидом. Боже мой, это потому, что Давид плохо себя вел. Но давайте сейчас посмотрим на что-то. Столько грехов, которые мы знаем о Давиде, сегодня проповедуются об этом по всему миру. Но почему-то Бог был на стороне Давида. В Дианях 13, главе 22, сказано нам муж по сердцу о Давиде сказано Я нашел человека по сердцу моему. Бог не сказал вот сколько вы грехов посчитали, вот я тоже посчитал, я сейчас всех засчитаю ему. Послушайте, если Бог когда-либо вас будет использовать, не потому, что у тебя нет грехов, и дьявол, когда тебе скажет, что ты недостоин, чтобы служить Богу. Он говорит, это из-за того, за те дела, которые видны. Но ты должен ответить, меня Бог принимает по сердцу моему. Он видит мое сердце. Я может быть несовершенен. И если есть какие-либо грехи в моей жизни, опять же Бог очистит меня и освободит от всего этого. Но если Он построит со мной отношения, не потому, что у меня нет грехов, но потому, что Он видит мое сердце, что мое сердце, оно перед Ним искренне. И к концу хочу сказать, Евреям 8 главе 12 стихе. Бог говорит, что я вновь обращусь и не вспомню дела и грехи ваши и очищу их от грехов. И Бог желает, чтобы сердце ваше было перед Ним искренне. Служи с дерзновениями смело, потому, что ты сердцем правильный. Ты сердцем стоишь правильный. И я вам несколько мест скажу. Вы знаете, что Самуил, пророк, зашел в дом Есия. Он смотрел там на мальчиков, ребят. Но Бог сказал Самуилу, Самуил, посмотри так, как я смотрю. Я смотрю на сердце. У Давида было очень милостивое сердце. него было теплое сердце. Давид очень эмоцион чувственным был. Его было сердце очень таким мягким рыхлым. Может быть что-то такое в его жизни, то, что произошло. Но для Бога он был тем человеком, который Божье сердце носил. Сегодня у нас есть выбор. Бог желает очистить наше сердце. и ты можешь сердцем служить, а не своей совершенностью. Бог сказал мне, служи сердцем, а не совершенностью. И то, что я сегодня остаюсь здесь, и есть у меня смирность какая-то. Не потому, что во мне не существует каких-то минусов, недостатков, но потому, что Бог смотрит именно на сердце. Бог желает, чтобы наше сердце было чистым. Матфея 5 главе 8 стихе сказано, когда Христос учил о 9 блаженствах, блажены чистые сердцем. Блажены не те, которые ходят такие напряженные, чтобы ни в чем не ошибиться. И блаженный Христос не говорил, что блажены те, которые ни в чем не ошибаются и ходят совершенными. Если ты ошибаешься, если у тебя ничего не получается, пусть сердце твое будет надеющимся на Господа. Господи, если я буду на себя надеяться, я точно попаду в ад, потому, что я несовершенен. Дьявол постоянно хочет тебе указывать на твои несовершенства. Возьми этот палец и поверни к себе и скажи в сердце свое посмотри. Я даже когда в грязи находился, я взывал к Богу, потому, что Бог смотрит на сердце. Мы очень часто думаем так, что а как было тогда, а вот было как до этого. если здесь вырастут большие сосуды, не потому, что кто-либо из вас или может быть ногу не столкнулся чем-то или не запинался на каком-то грехе, но потому, что Бог видит наше сердце, и Он работает с сердцами, и Он исследует наши сердца. ты можешь в своих сердцах строить с Богом отношения. И многие люди, которые что-либо будут видеть в твоей жизни минусы, они будут ошибаться, потому что они будут видеть своими глазами, но они не могут видеть сердце твое, что какой процесс происходит внутри. Поэтому Бог желает, чтобы ты был смелым. в наше дерзновение оно имеет большую награду. Откуда Господи придет мое дерзновение? Из сердца, а не из совершенности. Это несовершенность нас часто делает и мы не становимся этими смелыми. Но Бог очень желает я хотел много стихов перечислить здесь, но сегодня не смог говорить. Сегодня делаю призвание. Слушай Господа, которые и скажи, что сердце Господи мое принадлежит тебе. И если даже что-то случится, я сердцем своим буду с тобой. если что-то будет происходить в моей жизни, это все выявление просто греха. Я был продан греху и поэтому происходит проявление. Но мое сердце тебе принадлежит Господи. И Господь именно таких ищет. И когда находит, Он использует таких людей и эти люди становятся причиной для спасения многих других людей. Служите Господу сердцем. Несовершенными пусть, но со всем дерзновением. Иногда мы можем такой груз возложить на себя, которые даже не могли наши отцы нести. Я внутри, я как ребенок. могу плакать. И когда Господь меня касается, я как ребенок могу плакать. И я всегда думаю, Господи, за чего ты меня избрал? Один ответ. Потому что я библиескую школу закончил. Потом я хорошо выглядел, поэтому Но я много работал над собой. Ни одна причина, которой мы себя, так скажем, собой ухвалимся, не была той причиной, по которой Бог нас избрал. Бог избирает нас и дает нам возможность служить Ему до конца жизни только по сердцу нашему. Аминь. до конца и Продолжение следует...